Приветствую любителей турбореактивной тяги! Сегодня, ребята, ваш день разложился. И буду делать третий вариант реактивного двигателя. Этот двигатель должен быть самым удачным. Видите, какой сопловой аппарат? Здесь больше лопаток и они под гораздо большим углом стоят. Щели меньше, давление внутри камеры сгорания в теории должно быть выше. И этот двигатель должен лучше всего работать, если правильно все остальные показатели будут соблюдены. А эти выводы я сделал исходя из двух прошлых двигателей. Если у этого что-то пойдет не так, придется сделать еще какие-то выводы. Ну то ладно, то лирика. Давайте приступим к сборке движка. Камеру сгорания в очередной раз решил немного видоизменить. Вварил испарительные трубки. На этот раз будет опять 10 штук. Трубки большего диаметра. Ну а с этого конца я их под заплющил, чтобы были плоские, чтобы выход плоский был. Не знаю, насколько сильно это повлияет. Но посмотрим, ребята. Я все экспериментирую и пытаюсь добиться наилучшего результата. Можно сваривать в цельную конструкцию, так как здесь у меня в общем-то все готово. Сопловой аппарат здесь будет стоять самый мощный. Пока готовится модель номер три, разобрал модель номер два, друзья. И уже немного ее усовершенствовал. Чего коснулись усовершенствования? Во-первых, можно сказать, что заварил через одно вот эти большие отверстия. Сумма площадей всех отверстий вот здесь и во внутреннем кольце гораздо больше, чем входное отверстие. Третий вариант будет обладать более крупной крыльчаткой компрессора. И здесь это все нормально. Ну а здесь, как оказалось, совсем не хочет создаваться давление. Оно же не хочет еще и создаваться из-за того, что сопловой аппарат там внутри самый крутой стоит. К сожалению, ребята, тогда я не знал с чего начинать и сделал именно так. Сейчас, анализируя все эти дела, я уже могу предположить, что могло бы быть лучше. То есть вот как раз таки сюда лучше всего было бы поставить именно этот сопловой аппарат с большим количеством отверстий и с маленьким пропускным сечением. То есть общее сечение очень маленькое здесь. Раза в два меньше, чем на этой турбине. Здесь я спасаюсь тем, что установил крыльчатку с маленькими проходными сечениями. И она, в общем-то, неплохо уже работала с заваренными отверстиями. То есть уменьшил я количество воздуха. Уменьшил подачу внутрь камеры сгорания. Сверху получается теперь больше давления. И под большим давлением застреливается туда внутрь воздух по этим отверстиям. Лучше все перемешивается и лучше горит. Сейчас я еще кое-какое усовершенствование сделал. А именно согнул под углом и увеличил диаметр вот здесь. Видите, какие здесь большие отверстия. Чтобы лучше опять же все здесь завихрить и раньше начало гореть в камере сгорания. Сейчас я собираю и мы пока вот это дело готовится, пока готовится третий вариант, мы стартаем второй вариант еще раз и посмотрим, как он работает. Как видите, я уже эксперименты и без вас иногда провожу. Но, друзья, вы ничего не пропускаете. Будем пробовать немножко по новой технологии, чтобы полностью вырабатывать газ. Добавлю сюда теплой водицы. Вода будет препятствовать понижению температуры в баллоне. И будет равномерно вырабатывается, потому что я уже устал от того, что он мгновенно холодеет. После чего внутри падает давление. И соответственно и в двигателе давление падает. Мы теряем мощность, мы теряем тягу. Ранее, когда я тестировал этот двигатель, этот второй экземпляр, давление практически не было вот здесь, ребята. То есть там где-то может быть не более чем 0,1 бар. Сейчас, я думаю, мы превзойдем этот показатель, потому что ряд доработок произведен. Даю немножко газу. workers. Энби 就是 repres cerу. Гдеield блога, которые ей Akelон niveafe в ago. , нет улыбнулись видите. Не так выражено. Будут благого excel doing, потому что весь от этих кроссоверval. ДИНАМИ building没有 наши динаминги пол 있는ила. Продолжение следует... В общем-то, ребята, как-то так. Видели, как нестабильно работает, но работает. Причем работает до полного вырабатывания баллона, пока он в воде лежит. И это где-то минут 5-7 работы. Нашли еще одну небольшую проблему. Подается слишком много масла. Я загустил его и теперь подается меньше его. И перестал вот этот шлейф здесь идти, перестало быть догорание вне камеры сгорания. То есть там настолько много кероса с маслом, что он воспламеняется и горит снаружи. Надо меньше значительно подавать и тогда движок гораздо устойчивее работает. Нет вот этих вот прострелов каких-то непонятных и нет нестабильности с температурой. Теперь гарантирована температура где-то около 700 градусов и даже ниже. На холостом ходу, естественно. В общем-то, как-то так набираюсь опыта потихонечку. Ладно, все равно надо делать новый двигатель, так что продолжаем. Всю рутину, которая происходит на рабочем столе, я вам показывать не буду, ребята, пожалуй. Покажу вам лишь отличия и те усовершенствования, которые претерпел двигатель. Видите, уже какая камера сгорания, красотка. Из парительных трубок я сделал 10 штук, но коллектор по-прежнему 5 трубочный. Далее закрутил поток. Потому что кое-какие испытания, которые я делал без вас, показали, что по крайней мере так не хуже. В теории должно быть даже лучше. Лучше, лучше, не буду скрывать. Далее вот здесь вот так загибал отверстия. Вот эти вот могут быть лишними. Может быть придется заделывать, замуровывать немного их. Двигается дело. Сверлю сейчас маленькие дырочки под винтики М2, чтобы крепить вот эти две детали. Да и масляную систему немножко модернизировал. Практика показала, что я подаю слишком много масла. Из-за этого даже пламя нестабильное иногда может быть. Смазку, конечно, дерзким образом модернизировал. Теперь трубка практически вплотную подходит к шарикам. На данный момент она даже немного подзаклинивает, цепляется. Но я думаю промаслает. Произойдет небольшая притирка и масло прям вплотную будет к шарикам. Его можно будет подавать малыми количествами. То есть его уносить не будет в систему, потому что воздух в канале движется в эту сторону. И самая большая проблема смазать именно вот тот подшипник. Вот этот вот. А задний всегда смазывается и всегда с ним все нормально. Хотя казалось бы, он горячий. Но тем не менее правда жизни такова, что задний горячий он выдерживает лучше, чем передний холодный. Еще практика показала. Это я говорю, кстати, для тех, кто будет в будущем создавать что-то подобное. Я смотрю, некоторые ютуберы все-таки не оставляют попытки сделать и свой маленький турбореактивный двигатель. Таких маленьких я не видел, но чуть побольше ребята делают. В общем, что хотел сказать. Практика показала, что обычное олово вот здесь не расплавляется и вполне нормально работает. И здесь и там, где делал масляную систему. То есть постоянно идет ток жидкости по трубкам и это не дает расплавиться металлу, превратиться в жидкость, улететь, разлететься. В общем, все работает нормально. Третий уже двигатель собирается по такой схеме. Хотя, конечно же, желательно высокотемпературной пайкой это делать. Но у меня не получается столь тонкие трубки сделать. Они у меня почему-то внутри запаиваются постоянно. Поэтому в этих делах пользуюсь обычным паяльником и все отлично работает. Отверстия очень маленькие и пьют очень много крови. Но я как-то приноровился и теперь вполне себе спокойно это делаю. Даже не два дня приходится тратить на это. Я думаю за вечерочек управлюсь. Проблема в том, что нужно все совмещать, все поверхности, чтобы винтики заходили не в натяг. А винтики здесь М2. Наборчик покупал на Али. И очень маленькими винтиками пользуюсь. Иначе они просто не помещаются. Видите, здесь насколько мало места. Ювелирная работа, как ни крути. Но ничего, уже третий двигатель пошел. Ну вот дошло дело и до корпуса. Корпус будет как раз тот самый зеленый, который я показывал в видео про анодирование. Теперь главное его не испортить, а потому что он красивый. Это уже конечный экземпляр. Конечный вариант. Просверлил весь корпус. Вроде бы все успешно. Можно снимать защиту и собирать все в единую конструкцию. Движок, если не считать сборку, готов. Видите, как все сходится? Все отверстия четко сходятся. Микросвеча. Неужели сейчас стартовать будем? Нет, ребята, все-таки хочется еще раз вам показать вот этот двигатель. Зеленый мы еще протестируем сегодня. Просто хочется похвастаться, ребята. Хочется подключить его и показать, как он теперь классно работает. Это просто на самом деле нереальная фантастика. Изначально он вообще не хотел работать. Как обычно, как все, они не хотят работать. Что ни делай, как ни мечтай. Просто так они не начинают работать. Нужно доводить до ума. Можно сказать, что этот двигатель доведен. Стартуем. . Хочется спрыгать. Есть. З tester. В сможем будет так. ET Продолжение следует... Продолжение следует... 800. Масла это очень жестко. На самом деле, друзья, этот двигатель можно сказать, что полностью рабочий. 800 грамм тяги это не шутка. Он практически три своих веса подымает. Работает малыш. Этот двигатель я уже совершенствовать не буду. Оставлю как есть. Все-таки он лучше, чем первый экземпляр. А теперь поставим третий. Вот он красавчик, уже на стенде. Предлагаю пощупать его за вымя. Посмотреть, что получится, что он выдает. Все у нас есть. Немного газа. Продолжение следует... Температура запредельная. Но можно сказать, что он запустился с первого раза фактически. Потому что он работал на самоподдерживании. Это единственный двигатель из трех. Да что там, из четырех. Который запустился сразу, ребята. Правда, температура была 780 градусов. Не успел я это оперативно все заснять. Немного на вентиле что-то произошло и много поддало. Перегрев пошел. А тут надо плавно все делать. Подает очень хорошие признаки жизни. Но нужно доделывать. Видно, что и тут не так все просто, не так все гладко. Но лучше, чем обычно. Сейчас еще пару раз попробую запустить. Если не получится, то уже до следующего видео будем терпеть. Потому что, как я предполагаю, нужно делать глобальные переделки. Все-таки вот эта крыльчатка большеватая. И надо будет ее переделывать. И переделывать деталь, с которой она контактирует. и срез на декором показать. Теперь забыть кнопки. Впадать на декор There's a really important. Медлоком. И для меня тоже поискать. И если можно посмотреть, Впадать на декор металле. Присоединяем. Продолжение следует... Да уж, кочегарит он, конечно, знатно, но фишка в том, что он не хочет стабилизировать температуру. Температура потихонечку все растет, растет, растет и растет и нет этому ни конца и края. Хотя крыльчатка не такая уж и красная была на самом деле. Кочегарил он знатно, подает, можно сказать, признаки жизни. Он даже как-то в один момент вообще подстабилизировался, где-то полминуты сам работал без нагрева. В общем, что-то надо поддоработать немножечко. Все-таки крыльчатка вот эта вот, крыльчатка компрессора требует уменьшения. Не может турбина прокрутить ее и промаслать. Вы видели, как на предыдущем двигателе оно работало знатно? Температура вообще холодная была, это было круто. Ну а здесь поднимается и поднимается. И ничего с этим не сделаешь. Будем дорабатывать, после чего опять же будут испытания. В следующем видеоролике на профильную тему мы опять займемся этим малышом зеленым. Буду перетачивать пару деталей. Ну а у меня на этом все, ребята. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч!